Дизайнер 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 Я считаю, что выбор профессии дизайна приходит, скорее всего, как скажем, это не профессия конкретно, это желание заниматься, это стремление заниматься своим любимым делом, скорее всего. И даже если их очень много заканчивает, они по своей профессии не все работают, а остаются, что называется, сильнейшие. И те, кто прям является фанатами своего дела. Ведь это достаточно сложная работа. Это постоянно нужно как-то усовершенствовать, да, свои навыки и так далее. Вот здесь, в этом случае, я знаю, что у нас в городе есть достаточно много ателье, да, которые занимаются, допустим, даже, ну, вот какими-то, ну, новые технологии, век 21, да, за всем не угонишься. У вас есть свое ателье, да? Вот как вы работаете со своими сотрудниками и вообще по каким направлениям? Вообще, скажем так, ателье свое открыла недавно, но угнаться за новыми технологиями довольно сложно, я считаю. Да, во-первых, это энергозатратно, это материально затратно. И сейчас, в основном, у меня большая надежда на руки талантливых швей, руки талантливых конструкторов, ну, и собственную фантазию. Пока мы не наработали, скажем, такую хорошую базу, чтобы говорить о каких-то инновациях в нашей сфере. То есть у нас пока все так стабильно, без каких-то... Ну, пока да, пока да, но думаю, что дальше мы будем развиваться. У вас большой опыт работы в этой сфере, вы работали на различных международных конкурсах. Вот просто немножечко про это расскажите, и вот, может быть, самые яркие впечатления вот вашей деятельности. Ну, я занимаюсь своей, скажем так, профессией уже очень давно. У меня, скажем так, фундаментальное образование. Участвовала я во многих конкурсах, и на неделю МОД у нас в Республике принимала участие. К сожалению, сейчас этих мероприятий нет, что очень... Ну, жаль, мне лично жаль, потому что творческим людям нужно обязательно показывать свое творчество, иначе оно бессмысленно просто. Делать стол – это очень сложно. Поэтому я думаю, что в будущем, надеюсь, что какая-то поддержка будет, потому как, ну, дизайн – это необходимость сейчас. Все мы требуем красоты вокруг нас, все мы хотим ее, и поэтому, ну, нужно, наверное, какая-то поддержка. А так сейчас разрозненная ситуация. Все кто во что гораст, кто как может. Ну, а у вас такое, знаете, самое яркое впечатление из вашего опыта, вот, где вы участвовали, и, которое, допустим, принесло, может быть, вам какой-то успех, или, может быть, вы достигли каких-то вершин благодаря какому-то конкурсу. Ну, мое самое такое яркое впечатление – это, наверное, показы. То есть, когда ты видишь, как по подиуму плывут твои модели, когда ты видишь то, какое впечатление они производят на людей, да, это как бальзам на душу, и ради этого хочется работать. И вообще, а на самом деле, вот я сейчас вспомнила, самое яркое впечатление – это было, когда я увидела девушку в собственном платье, которая шла по городу, и она светилась от счастья, и это было вот, то есть, я поняла чуть позже, сначала я увидела красивую девушку, и только потом поняла, что она в моем платье, и это было на самом деле очень хорошее впечатление. Ну, мне кажется, для модельера, для вас это, наверное, самая главная оценка, если человек идет с улыбкой на лице именно в вашем творении. Ну, и сейчас актуальный вопрос – лето на дворе в самом разгаре. Что актуально этим летом? Как профессионал, я скажу, меня всегда ставят в тупик такие вопросы – актуально, модно именно сейчас. На самом деле, сейчас такое время, что модно практически все. Это я буду говорить всегда и везде, потому что мода настолько многообразна, сейчас намного важнее найти собственный стиль. Ну, а в плане цветовой гаммы, конечно, есть, каждый год работают большие организации над тем, чтобы, скажем так, показать, какие цвета модны для того, чтобы люди ориентировались в этой сфере. Ну, сейчас, например, очень актуальны изумрудные оттенки. Изумруд. Также модно пастельная гамма, припыленная роза, чайная роза еще называют, да, какие-то коралловые. То есть цветовая гамма очень насыщенная, ее очень много. Ну, и тогда у меня возникает следующий вопрос. С цветовой гаммой определились. А что же касается по поводу вот именно тканей? Какие ткани вы посоветуете носить, именно шить вещи, возможно, изготавливать вещи или вообще при покупке вещей? На какие ткани нужно обращать внимание, вот, которые летом дышат, в которых будет комфортно? Ну, это, естественно, натуральные ткани. Естественно, ткани, которые, скажем так, гигроскопичны, то есть пропускают воздух и пропускают влагу. Иначе просто летом мучить себя в недорогих тканях, да, я не рекомендую, это просто вредно для здоровья. А то, что любая натуральная ткань, вот это, да, это моя рекомендация. Отлично, выбрали цвет, выбрали ткань. Следующий вопрос. Хочу выделиться. Вот хочу пошив индивидуальный. Вот здесь у нас сложились стереотипы уже, как мы с вами разговаривали до этого советского времени, считалось, что шить юбку себе по заказу у профессионала, это очень дорого, да. Сейчас какова обстановка в этом плане? Услуги именно моделера, дизайнера по кройке, шитью, вот одежды, насколько они затратны? И вообще это, ну, как-то сейчас популярно или нет? Я поняла ваш вопрос. Я считаю, что наши услуги, это не дешево, это точно. Потому что индивидуально, любая индивидуальная работа в любом направлении всегда ценится дорого. И это хорошо. Вот на самом деле вы сказали про Советский Союз, что это было уж и сшить юбку дороже, чем купить. Нет, было абсолютно наоборот. Считалось, что сшить юбку было дешевле, чем купить ее в магазине, отстаивая какие-то очереди. Это, этот менталитет, эта мысль проходит сейчас, да. Сейчас приходят в большинстве своем к тому, что это дорогое удовольствие. Но оно того стоит, потому что если вещь шита на тебя, она твоя абсолютно от начала до конца. Но здесь необходимо отметить, что нужно шить все-таки у профессионала своего дела. А, ну, обязательно. А у нас такие есть в городе? Есть, есть. И это радует их очень много. Просто задача найти теперь своего. Это как найти своего парикмахера, своего специалиста, да. Это очень сложно. Надо перепробовать всех практически. Надежда, у меня еще один вопрос. Ну, если, допустим, у нашей модницы, телезрительницы, ну, нет возможности обратиться именно в специализированное место для пошития, но вот хочет она выделиться как-то среди людей вот на летних проспектах. Какой ваш совет? Ну, сейчас очень много, кстати, появилось курсов кройки и шитья. Если у человека есть такое желание выделиться, но при этом сделать как бы недорого, то, пожалуйста, это двух-трехнедельный бывает, там, по полгода, конечно. Ну, все зависит от того, что хочет человек. А даже есть конкретно курсы по шитью юбки, например. То есть пройди курсы по шитью юбки и шей юбку на каждый день? Конечно. Это на самом деле очень важно. Вот и последний вопрос у вас, даже не вопрос, а пожелание юным модницам, телезрительницам, вот, чтобы вы, как профессионал своего дела, пожелали нашим девушкам. Ну, я всегда желаю, скажем так, относиться к моде с юмором. Это как игра. От нее нужно получать удовольствие, ей нужно наслаждаться. И важно, наверное, найти собственный стиль. Скорее всего, в наше время это важнее, чем бежать за модой. Такого пожелания. Спасибо большое, Надежда. Ну, а мы переходим чуть-чуть правее. И у нас сегодня в студии, дорогие телезрители, вы не зря видите изделия, меховые изделия. Ведь мы сегодня вспомнили о такой русской пословице, как «Готовь сани летом, а телегу зимой». И несмотря на то, что у нас плюс 30 жары, ну, вне нашей студии, сегодня мы поговорим с вами о меховых изделиях. Итак, и рядом со мной находится Александрина Козлова. Она является модельером головных уборов. Здравствуйте, Александрина. Здравствуйте. Первый вопрос таков. Ну, лето у нас наступило в самом разгаре, и многие забыли о том, что у нас где-то есть шубы. Шубы, возможно, у многих не из дешевых. Ну, а как же правильно ухаживать за своими шубами вот в течение лета, осени и весны? Ну, вопрос, на самом деле, очень хороший и нужный, да, я считаю. Если у человека шубы, если у человека несколько шуб, да, то, конечно, в идеале их хранить лучше в специализированных холодильниках, да, где поддерживается оптимальная температура. А если у человека нету такой возможности, да, то, в принципе, можно и в домашних условиях очень хорошо хранить. То это обычный прохладный где-нибудь тёмный шкаф. Можно использовать чехлы от шуб, да, они продаются специально в чехле. А если нету такого чехла, можно зашить какую-нибудь, хоп, что-то бумажную там, ну, простыню, да, проще говоря. Можно положить туда шариковые антимольки, мы их так называем, да, а вот шапки хранить можно в простых наволочках. Сейчас люди очень хороший метод используют, да, мы тоже рекомендуем своим клиентам. Там лавровый лист очень хорошо помогает, оказывается, от моли, он своим таким специфическим запахом отгоняет моль. Да, вот что, то есть простой народный средство. Да, простой такой народный метод. Ага. Ну и вот в целом так расчесывать надо постоянно меха. Пошёл, например, на улице снег, зашли домой, очень хорошенько встряхнули. Около батареи держать мех вообще не нужно, это портит, да. Вот от этого мездра, да, то есть тыльная сторона меха пересыхает, и вообще, ну, изделие, конечно, носится очень плохо, быстро изнашивается, так скажем. То есть самое главное убрать это в чехол, положить лавровый лист. Избегать солнечных прямых лучей. Избегаем солнечных лучей, и ваш мех обязательно будет в целости и сохранности к следующему сезону. Ну что ж, дорогие телезрители, очень интересная беседа, мы продолжим её сразу после небольшой короткой паузы. Оставайтесь с нами, впереди всё самое интересное, ведь сегодня мы говорим о дизайнерском искусстве. А ещё один вопрос, Ангелина, скажите, пожалуйста, мех вообще, насколько он, ну вот, именно на ваш взгляд, что мех, что придаёт, шарм женщине или всё-таки это статус? Ну, конечно, вообще издавна считается же мех, это дорогое удовольствие, да, издавна. Отлично, это дорогое удовольствие, ну а дальше продолжим после рекламы. Мы продолжаем прямой эфир, и сегодня мы говорим с вами о дизайнерском искусстве. И рядом со мной находится Александрина Козлова, она является модельером меховых головных уборов. Ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. Александрина, до ухода на рекламу мы поговорили с вами о том, как правильно ухаживать за мехом в летний сезон. Но у нас сегодня здесь есть непосредственно ваши работы. Вы увлекаетесь пошивом, занимаетесь пошивом головных уборов. Вот как давно вы начали этим заниматься, и почему такое вот интересное увлечение, и ныне уже такой, наверное, и способ заработка, да? Ну, так скажем, я начала конкретно мехами заниматься года четыре назад, наверное, да, ну, если так подумать, это не такой большой срок, да? Но в течение вот этих четырёх лет я прям каждый день шью шапки. И, в принципе, наработала уже свою практику, наработала своих клиентов, да. И, ну, вообще очень нравится работать именно с мехом. А вот. С какими мехами вы работаете? Ну, в основном у нас соболь, конечно, наш красивый якутский соболь. 70% наших работ, да, мы в основном работаем с заказами, это составляет соболь, 70%. Ну, и остальное норка, песеца, лиса, чернобурка, там, рыжая лиса, да, ну, и каракуль бывает тоже редко, конечно, да, но бывает. А у меня возникает вопрос, ведь головной убор, ну, очень проблематично как-то выделиться с помощью головного убора, тем более в наши суровые 50-градусные морозы. Вот откуда вы берете свои идеи, как-то ведь хочется быть и красивой, и в то же время, чтобы это было и практично, и тепло, вот как вы с этим совсем справляетесь? Ну, как сказать, да, как и у любого творческого человека, наверное, вдохновение приходит все равно не сразу, да, ну, как-то все равно там интернет, там, да, работы других мастеров, это все равно в кучу, там, все равно рисуешь, что-то смотришь, и как-то, ну, все равно приходишь к своему. У нас, например, авторские работы, я могу показать, да, наши шапки. Вот хотелось бы показать очень модный наш новый, можно сказать, в нашей коллекции он модный, это зимний капюшон. Очень актуальный, популярная вещь. Очень актуальный, и вообще, я считаю, очень практичная вещь, ее можно носить зимой, да, что очень важно, в нашу зиму закрывает полностью лоб, щечки наши закрывает, и можно вот так укутаться. При этом это очень стильно, модненько, да, что находится у нас вот здесь, здесь как у нас в плане практичности? Внутри мы утепляем, утепляем, используем очень хороший подклад, называется шерстепон, да, из шерсти, мы это дублируем полностью флисом, чтобы это было все мягко, да, можем использовать, конечно, более бюджетный вариант ботин, но, ну, и вообще, в основном такие. Вот этот капюшон шьется только из одной шкурки соболя, да, ну, как бы, что это тоже очень важно, да, но соболь же, он считается дорогим же мехом, и поэтому более такой, ну, так скажем, не бюджетный, а... Экономичный вариант. Экономичный вариант, конечно, лучше одна шкурка, чем там пять. Да, ну вот, допустим, рядом стоит у нас шапочка полностью из соболя, да? Рядом стоит вот эта шапочка, это такой, в нашу зиму самая такая хорошая модель тоже, да, практичная, эскимоска мы ее называем, шьется такая шапка из трех шкурок, тоже закрывает лоб, щечки, и вообще в наш 50-градусный мороз вообще самая теплая шапка. А у меня возник вопрос, сколько примерно по времени нужно вот времени для изготовления такой шапочки? Да, так, ну, по времени по-разному, ну, за два дня точно, за два дня точно. Возможно шить, да? Конечно. То есть, а часто ли к вам обращаются именно в летний сезон, люди задумываются об этом, или все-таки все бегут, когда у нас уже минус 30 на дворе? Ну, в основном, конечно, клиенты бегут, когда в минус 30 на дворе, да, но летом где-то, наверное, процентов 15, все равно у нас есть постоянные заказы, да, очень много людей, которые, как говорится, готовятся они летом. Александрина, вы помимо шапочек еще занимаетесь и различными такими декоративными, да, можно сказать, элементами. Это вот, допустим, муфта, можно вот показать ее? Ну, это муфта, это такой аксессуар, да, можно сказать, его используют заместо варежек, можно как сумочку, да, положили туда телефончик, деньги там, и пошли. Ну, я думаю, муфту можно, да, и модно, и стильно, и как-то необычно. Так, и еще я знаю, что вы занимаетесь еще реставрацией шуб, а также очень сейчас модная вещь, это как пальто и комбинированное пальто. Да, мы занимаемся шубами, шапками, да, вот сейчас вы правильно заметили, да, люди очень часто обращаются именно вот с переделкой, реставрацией. Принесли там старую шубу, да, сделали из нее новый, крытое пальто, очень популярное, да, внутри, например, норка, а сверху, ну, красивый жаккард какой-нибудь. Также дело обстоит с шапками. Принесли там старую шапочку какую-нибудь, какую-нибудь ушаночку, да, и перешить из нее там боярку. И вообще, ну, красота. Ну, и вот пальто комбинированное, оно очень такое, знаете, прям, мне кажется, это скоро будет тренд нашей республики, да? А мне кажется, уже тренд, да, прям любят же его, любят наши водницы красавицы. Да, очень хорошо носят вообще, и нам самим очень там приятно работать с такими шубами. Спасибо большое, Александрина. Ну что ж, а мы переходим к следующей нашей гости. И говоря о дизайнерах, конечно, первое, что всплывает на ум помимо модельеров, это, конечно же, дизайн интерьера. И сейчас дизайнеры интерьеров, это не то, что необходимый человек при каждом ремонте, да, и при ремонте, при получении квартиры. Ведь сейчас фантазия, да, у нас, ну, не у всех развита, но у нас на помощь приходят дизайнеры интерьера. И рядом со мной есть Надежда Ефремова, которая является дизайнером интерьера. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Надежда, ну что ж, сезон ремонта открыт, летом все сразу, да, берутся за ремонт, возможно, кто-то приобретает частные дома. И здесь возникает вопрос, с чего начать? Ну, вообще сейчас дизайн стали, уже пользуются услугами дизайнеров, стали не только летом, вообще уже и зимой, круглый год вообще уже. И вообще проект начинается, я даже могу показать, например, дизайн проекта, как он отдается заказчику. При окончании, получается, полностью дизайн проекта. То есть он состоит из планов, начальных, да, получается, если будет какая-то перепланировка и демонтаж стен, монтаж стен, да, то есть вот это все здесь показывается. То есть для начала человек должен определиться, что он хочет увидеть? Ну, некоторые, кстати, даже не знают, чего они хотят. Просто приходят к дизайнеру, говорят, помогите. Просто, да, и говорят, мы хотим просто красоту. Ну, просто я как бы спрашиваю, например, по цветовой гамме хотя бы, ну, вот что-то, да, такие цветовые решения, они вот тоже говорят, вам нравится такой-то, такой-то цвет. Я просто иногда даже смотрю на человека и как бы уже вижу, какой для него интерьер подойдет. Вот сейчас мы как раз можем лицезреть ваши работы именно по дизайну интерьеров. Вообще, насколько сложна ваша работа? Сложна тем, что нужно каждому заказчику подойти индивидуально, получается. У каждого заказчика свой вкус, свой стиль, получается, свои цветовые предпочтения. И иногда бывает вот с этим сложности, но все равно стараюсь каждому угодить и сделать им красоту. Ну, сейчас у нас 21 век, и технологии развиты настолько, и у нас очень много, знаете, вариантов, да, что можно сделать. То есть, к чему больше у людей, к все-таки классическому стилю или вот какие-то новые, да, хай-теки? И вот сейчас у нас, как у нас в городе? В основном сейчас как бы стали, всем нравится современная классика. Современная классика. Большинство людей делают ее, и людям нравится еще минимализм, извиняюсь, да, и скандинавский стиль. Очень интересно. А где вы получали образование? И вообще у нас в Якутске кто-нибудь, где у нас учатся на дизайнеров, и откуда вот такие потрясающие кадры? Ну, сама я закончила, получается, Институт современного искусства, московский филиал, но, к сожалению, сейчас закрылся, там сейчас детские курсы проводятся. Есть еще и арктический институт, то есть туда в основном, ну, как бы туда поступают. Я сама закончила Институт современного искусства. То есть вы уже работаете уже много лет, и у вас достаточно большой опыт, правильно? Получается, уже шестой год пошел, я работаю. Помимо вот работы именно в интерьере квартир, в обработке, да, квартир, вы занимаетесь еще также интерьерами частных домов. Эта работа намного кропотливее, да, наверное, сложнее. Ну, да, получается, частные дома и общественные тоже помещения. Общественные помещения также, да? Да, получается, общественные помещения, у нас был и ресторан, то есть я делала ресторан в Якутске, школу и детский сад, получается, у меня. Общественные и частные дома, там в основном, да, они деревянные, получается, там, конечно, немножко сложнее. Очень интересно, у нас есть, кстати, фото ваших работ именно по дизайну школы и детского сада, очень интересно, да? И мне кажется, это настолько красиво и потрясающе, да, ваша работа, ну, они правда радуют глаз. И дай бог, чтобы каждый детский сад и школа были, да? Ну, да, я хотела вот именно для детей, вот, я вдохновилась именно ими, получается, потому что, как бы, у меня у самой есть дети, поэтому для них, для детей хотелось сделать вот такую красоту. А что вы можете посоветовать нашим телезрителям, если вдруг они решили все-таки воспользоваться услугами дизайнера? Ну, не бояться, обязательно воспользоваться, потому что сейчас, в принципе, без дизайнера, я думаю, ну, я не говорю, что невозможно сделать ремонт сами, ну, желательно бы, конечно, с дизайнером, потому что я сделаю конкретные чертежи, конкретно цветовые решения, все расскажу, как бы человек уже будет видеть и понимать, какая у него будет квартира. Надежда, а у меня возник вопрос, помимо вот разработки интерьера, встает следующий вопрос, ну, интерьер-то мы сделали, а как же приобрести правильно мебель и, допустим, различную фурнитуру, да? Это же ведь тоже имеет немаловажное значение. Здесь помогаете ли вы? Да, конечно, я обязательно помогу заказчику, обязательно расскажу, где что, какие материалы приобрести у нас в городе. Также есть у нас много мебельных фирм, которые делают на заказ мебель. У нас сейчас есть фотографии того, как вы сделали школу, верно? Да, школу. Где это у нас такая потрясающая школа? Школа, к сожалению, не в Якутске, делалась она в Улусе, получается, в Нюрбинском районе. Школа будет строиться вот в этом году. По-моему, уже ее начали, как бы, начинать. То есть ее еще нет, да? Пока еще нет, да. А ее нет, это только разработки и ваша работа. Да, получается, проект делала зимой, в прошлом году, получается, и вот сейчас его начали, ну, эту школу начали строить. То есть совсем скоро мы сможем, наверное, ваши работы увидеть прямо воочию, да? Я надеюсь. Ну что ж, спасибо большое, Надежда. На этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся с вами в это же время, в этом же месте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok